Где-то, да? Или выше? Не выше точно. Ну вот так, да, пойдёт? Да, наверное. А длинные платья не будут на полу висеть? Нет. Хватит? Тогда ладно. Это вот так. А второй? Вот здесь где-то, да? Примерно. Да? Нет, слишком высоко. Так, где мне рулетка-то? Сейчас, рулетка поменяю. Ну что, высоко? Так, там скос, там меньше будет. Вот, 30 сантиметров от потолка нормально? Или ниже? 40. 40. Так, а вторая будет где? Покажи пальцы. Это от вас зависит. Как у вас одежда-то? Как скажете, так и повесим. Ну вот здесь может быть. Так, дай мне карандаш. Ну что, ручку. Ирина, дай карандаш или ручку? Ирина. Да, наверное, это нормально будет. 40. 40 сделать, да? Угу. Так, ладно. Сейчас смотрю. Ну или 35. Ну, 40. Каждый со своей техникой тут. Так, примерно здесь. Так, ну-ка дай-ка мне одну плечик. Я померю по плечику стены. Плечик. А вот только лекарь не нужен? Да, 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 вот. Не убирай далеко. А вы убираете? Немного-то? Да не, чуть-чуть совсем. Только риску сделать и всё. Что прям? Ой, я там, наверное, всё спросила. Так, вот плечики. И примерно по плечикам. Надеюсь. Так, это у нас получается 22. Значит, делаем запас небольшой. Делаем 25, наверное, да? А. 25. Вот в этом месте. 25. Нормально. Так, следующий будет у нас. Сюда. Нет, надо полами. Лиза, длина платья у вас какая? Да, разные бывают. Не, ну чтобы в пол они не упирались. Вот там одна длина. Нет. А она уже упиралась, когда была в среднем. А уже висела, уже в пол упиралась? Да наверх повешают, ничего страшного. Ну как наверх тут? Места-то мало. Так, погоди, ладно. Тогда сложат его в ящик. Как сложат платье? Да оно же помнётся. Ну, вы же не каждый день его одеваете. Ну, смотри. Платье-то, которое ты говоришь. Так, вот висело 140, значит, сделаем где? 130 примерно? Или что, нормально тут расстояние будет? Отсюда до сюда? Ну-ка, чуть пониже на 5 сантиметра. Ну, на 120. Это низкая ошибка, 120. 125 сделай. Вот так вот. Ну что, 5 сантиметров роль сыграет? Конечно. Знаешь, сколько? Что, вот так хватит? Да. Так. Что-то ручку-то не пишет у вас. Что у вас, школьницы? Где у вас ручки нормальные? А? Давай. Дай тебе нормальную ручку. Даша. Даша. У них много ручек. Иногда путаются. Которая пишет, которая не пишет. Вот. Сразу видно. Так. 25, 25. И здесь у нас получается. Мы, короче, ремонт делаем. Продолжаем. У девчат здесь гардероб. Вот девчата наклеили плитку на стену. Эта стена уже утеплена. А здесь девчата наклеили обои. Белые. Красивые такие обои. Как они называются? Рельефные. Их можно красить. Даже. Сейчас мы им вешаем, как они называются? Рейлинги. Да? Ну, в общем, для одежды... Джокерная труба или как? Да. Рейлинги, джокерные трубы. Здесь они будут в два яруса. Так как помещение ограничено, придётся в два яруса. Потому что их четверо девчат на втором этаже. И не будут сюда вешать. В общем, здесь один пониже и другой повыше. Там, правда, поуже немножко. Ну, всё, приступим. Сейчас всё отмеряем и будем прикручивать. Так, сколько я там? 125 сказал. Ну, это только в процессе. Здесь ещё не всё сделано. Тут вот надо будет ещё поклеить уголки. Потом с этой стене надо будет тоже поклеить. Здесь у нас ещё уголый этот, пеноплекс. Так что, вот одну сделали вешалку. Сейчас вторую сделаем здесь. Она немножко будет поуже, потому что здесь потолок идёт под углом. Поэтому здесь будет немножко поуже вот так вот, досюда. Примерно. Продолжим. Продолжим. Всё. Сейчас Иринка поклеит уголочек вот этот. Вот тут ещё. И потом дальше уже. Хотя можем уже вешать одежду. Потолок ещё надо поклеить, плиточку. Это у нас люк на чердак. Туда. О, какая тьма. На улице уже поздний вечер. И у нас идёт сильный дождь. Ничего вы не видите, конечно, в камеру. Там только фонари горят далеко. И всё. А здесь темно. Сегодня у нас утро следующего дня. Вот такое вот оно снежное. Снежок идёт. Время на часах 7.15 или 7.20. Не помню уже. В общем, здорово. Конечно-то снежок опять будет таять. Вроде завтра морозы обещали уже. Минус 5. Хотелось, чтобы уже не таяло. То грязь, то уже надоело. Слякать. О, Настя проснулась. Настя увидела снег. В школу, Настя, сегодня. В школу. Давай протирай свои глаза. Настя. Просыпайся, она ещё спит на ходу. В школу надо одеваться. Да, в школу надо одеваться. Ой, хорошо. Замечательное утро. Вот хорошо, когда снег в разумных пределах. А то, как начнёт валить, потом убирать. Ой, это что-то. А у нас ещё столько крыш. Теплица. Там крыша. Тут крыша. Здесь крыша. Здесь крыша. Ещё на доме. Перед домом там навес. Ещё вот здесь. Да. Работы предстоит море. С уборкой снега. Ну вот сейчас подморозит. Завтра. Чё у нас завтра? Сегодня у нас понедельник. Завтра вторник. Потом ещё разочек. Да, может, даже не разочек. Съезжу в лес по морозу. Ещё навожу брёвен. И буду резать дерево снова зимой. Пока на заготовлю. Потому что работы ещё много по дереву. И колоду надо сделать к весне. И резные эти деревянные скульптуры потихонечку буду делать. Посмотрим, как что пойдёт. Вот что хорошо. Когда снег на улице становится светлей ночью. В тёмное время суток. А так, когда снега нет, глубокой осенью. Ничего не видно. Вообще ничего не видно. А так, от снега хоть отражает свет. Уже светлей идти. Демля ещё не мёрзла. Ещё скользко. Немножко ещё. Вот радости детям-то на улице бегать. Ну, пусть бы долго не сыпал. Ну, долго, недолго. До декабря бы. Да, красота. И все разные. Мне ни одна на одну не похоже. Особенно меня направляет. Оружие своё. Какое оружие? Ну, ты же сама не берёшь камеру? Знаешь, да просто квашено. Фоторужьё. Не надо меня из фотооружья отдыхать. Фотографируем. Сейчас уже не то. Сейчас недавно хлопья такие валили. Да, я видела в окно. Это Средний Урал. Я бы даже почистила. Потом уже за лето соскучилась. Ничего, подожди, ещё зима впереди. Мне кажется, легче, чем грядка. Ну, не знаю. Потом скажешь, лоо, быстрее бы весна. Зато какая чистота везде. Да, это правда. А я жду весны уже. Быстрее бы на пасеку. Да, да. Тоже хорошо. Я весну жду. Чёлок разводить. Ой, выживут ли эти-то? Ой, красота. Слава Богу. За ещё один день жизни. Что-то от радости-то даже и про курить забыл. Надо им воды принести. Воды-то у них нет. Снег побольше бы валил. Так, может быть, там уже было бы проще. Обычно снег даём вместо воды. Они у нас ещё на улице гуляют. Завтра, наверное, закроем уже их. Да? Курочки. Закаляйтесь давайте. Иммунитет поднимайте. Входят-таки довольные. Насобирал-таки я им снега. Полную кастрюлю. Вот и пусть они её сегодня клюют. Слушай, мама-то там воду-то отключила? Нет? Шланги убрала всё. Давно уже. Что замёрзнет вот эта в неё. Как это заморозки начались. А вот она куда-то уронила, не могла найти. Там морковину-то не видел? Нет. Вот такая вот морковина-то. Утащили мыши или что? Когда? Да я сейчас подняла. Они её туда за досочку там. Серьёзно? Опять мыши? Надо отравы накидать. Я не знаю, мыши или крысы. Ну, затащили туда морковину. Ну, а кто туда? Там же никто не ходил, кроме тебя. Я утащил. Ты спрятал заначку. Спрятал. На всякий случай. Заначка у меня была. Либо мыши. Вот такая вот погодка у нас сегодня. Тепло и снег. Но сегодня он ещё растает, потому что сегодня дождь ещё обещали. А вот завтра и последующие дни уже минус. И вроде показывает, как вообще минус. Плюса нет больше. Там ещё снег. Посмотрим. Сейчас мы поедем в город. Город по инстанциям, так сказать. О, замок замёрз. Надо ВД-шки погрузить, чтобы. Заодно выбросим мусор. Надо ещё соляры купить. 10 литров трактора. И заедем ещё в больницу. Кое-что нужно узнать. В больнице. Так. Всё. В общем, что я хочу ещё сказать. Решил я, короче, уйти в отпуск. Нет. Правильно сказать. Нет, ты такое не говоришь. Подожди. Да не говори. Да подожди. Да не надо. Всё, успокойся. Всё, я скажу. Я ему не даю отпуска. Андрей, перестань. Ну мы так, слух мысли. В общем, ладно, я за рулём, не трогай меня. Вот ты сиди, молчи лучше. В общем, я хочу выйти в отпуск. Да подожди, Света. Посмотри дорогу. Вон, покажи им, как ты едешь. Ну я еду, еду. Опасно. В общем, ладно. Ещё и успевает говорить. Она не хочет мне сказать слово. Нет, он в отпуск не идёт. Это он просто мечтает об этом. Она даже не знает, о чём я хочу сказать. Короче, исходя из ваших комментариев, в общем, ладно. Многие уже устали видеть мою физиономию. Все права по ютубу я отдаю своей супруге. Она будет, короче, вести ютуб. А я буду только монтировать. Всё, я за кадром. Потому что многие просят, где Света, когда она там что будет снимать, туда-сюда, где в видео. Ну вот, что мне остаётся делать? Нормально у него физиономия? Красиво? Да, да. Зубы сыплются, морщин куча. А у меня нет. В общем, ладно, друзья. Вот, в общем, такие вот дела. У меня мысли. Она не хочет так, но вот я пока так. Ну, а что делать? Куда деваться? Ну, скажи своё мнение. Я думаю, время покажет. Нет, не слушайте его. Ну, вот хотите что-то видеть видео с её участием? Ну, так вы к ней обращайтесь. Ну, что я сделаю? Они ко мне обращались много раз. Ну, что ты к ним прикопался тоже? К них прикопался. Ну, желание люди высказывают. Мы хочем видеть Свету. Там на кухне дела, туда-сюда. Так я читаю ведь комментарии, знаю. Всё. Делай выводы. Я три года уже делаю выводы. Три года она уже делала выводы. Представляете, три года. Короче, ладно, это всё так. Шутки шутками, конечно. Я ухожу на второй канал, наверное, какой-нибудь. Ага. Создам какой-нибудь. Я ухожу в подполье. Ладно, ну всё, это так. Мысли вслух. Мы сейчас едем в больницу. Мусор выбросим заодно. И соляры купить надо на трактор. Ну, и по мелочи. Ну, и по мелочи. Так, по инстанциям пробежимся. Пока. Ещё машину надо что-то не помнить взять. Да сегодня много чего. Сегодня много чего надо сделать. Можно сделать. Куриц надо закрыть сегодня, потому что уже завтра морозы. А то они уже плохо стали нестись. Дорога, каша. Едем тихонько. А я переодеваться не стал. В рабочем прям поехал. Всё равно надо соляру покупать там. Мусор выбрасывать. Бывают мгновенья, как днём облака. В жилище мышления Нисходит тоска. Тоска без причины, без слов, без мыслей. Нет горшек ручины, нет скорби темней. Как камень сгибает тростник полевой. Тоска угнетает душевный покой. Как в ночь непогода, темна у реки. Не видно исхода для мрачной тоски. В томлении и муке доносятся к ней. Откуда-то звуки нежданных песней. Те звуки печальны, но сладки, как звон. И тихи, как дальний молитвенный стон. Той муки сердечной, где корень сокрыт. Пародии вечной тоска не звучит. Ну всё, едем домой. Заправились. Вот такие вот у нас цены. Заряди в магазин. А жена Коксаной заедет ещё? Нет, потом. Я тебя потом попрощу после школы. Они когда придут, с Настей съездим, с Кадей поздравим. До них, да? До них. Куда ещё надо заедет? А сейчас в магазин или на остановке там. Или в видеоручерке. В деревню? Да, в деревню. Рыбку не хотите снова, пожалуйста? Я хотела солёную посмотреть. Или свежее мороженое купить и засолить. Может, давай в автоклаве сделаем бушонку? Давай с получки. Потому что нам много с получки. Давай с получки. С получки вдруг вы поедете, там уже нет рыбы. Ну, тогда отложим потом как-нибудь. А сейчас что, тоже что-то? Тоже нам бы денег мало, это если душа мы хотели уже. И что? Хоп! Поехали crown! Поехали! Где остануешься? Ну, давай здесь ольпин посмотрим. Рыбу хочу посмотреть, если соленую. Что-то здесь не так. Вот здесь новый магазинчик открылся. Теперь здесь получше немножко. Вот он здесь стоял, ларек, который был. Его разобрали сейчас и сейчас делают остановку. Металлическую, правда, корпус. Металлический. Так даже интереснее. Эта рыбка-то мне не понравилась. Я взяла вот эти мелкие пельмешки бульонные. Печенушки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok